Вопреки распространенному мнению, болезни суставов поражают не только людей пенсионного возраста. Артрит – это хроническая болезнь, которую диагностируют у взрослых и детей, женщин и мужчин. Болезни суставов могут настигнуть каждого сотого жителя. На Брещене, по словам медиков, страдает недугом 1% населения. Среди них брещанка Александра Курлович. Ее диагноз – псориатический артрит – был поставлен женщине, когда та была еще ребенком. Я столкнулась еще в детстве, 12 лет, мне начали появляться эти бляшки псориазные. Ну и обращались, меня родители возили к доктору Кобрин, к кожному. Мне сказали, что псориаз, и надо прокапаться. Я периодически, два года раз, ложусь в больницу. Мне хватает. Иногда бывает обостриться, я сама немножко себя там полечу. То массаж дочка сделает, то приложу какие-то компрессы, и оно проходит. С похожим диагнозом сегодня в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере проходит стационарный курс лечения три человека. Всем пациентам оказывается медицинская помощь согласно современным стандартам. Импульсная и ультразвуковая магнитотерапии на пораженные суставы, свето- и лазеротерапия, массаж, прием медикаментов. Как правило, пациенты, которые имеют псориатический артрит, у них у 85% есть кожное проявление. 15% пациентов, у которых есть припухлость суставов, могут таких кожных изменений не иметь. Но если мы спросим насчет наследственности, то мы выясним, что в семье есть случай заболевания псориазом. Застраховаться от болезни суставов нельзя. Медики говорят, что в основном этот недуг носит генный, наследственный характер. Однако при правильно подобранном лечении и регулярном приеме, назначенных врачом рекомендаций, человек может получить хорошее качество жизни и сохранить работоспособность. Если пациент имеет псориаз, и у него появились боли и припухлость суставов, он должен обязательно обратиться на прием к ревматологам. Причем боли могут быть не обязательно в тех суставах, которые мы видим. Это пальцы, это стопы. Но псориатический артрит, он также поражает позвоночник. То есть такие пациенты могут жаловаться на боли в нижней части спины по утрам, просыпаться из-за болей. Им нужно больше часа, чтобы расходиться. Часто бывает, что у пациента маленькие, незначительные кожные проявления и боль в нижней части спины, и он оттягивает свое посещение врача. Такие пациенты обязательно должны посетить ревматолога.